Астане хотят придать столичный лоск. В городе убирают некрасивый и несоответствующий стандартам вывески коммерческих объектов. Акимат настаивает, и реклама, и вывески на объектах должны соответствовать дизайн-коду. Его разработали 4 года назад, но внедрять на практике решили только сейчас. Что думают на этот счет предприниматели и урбанисты, выяснила Саяна Санакова. Саяна, приветствуем. Насколько уже рекламы убрал Акимат? Дмитрий, добрый вечер. На сегодня убрано 2600 вывесок. Это все реклама различных магазинов, салонов, кафе и тому прочее. Их реклама по оценке Акимата не санкционированная, либо не соответствует дизайн-коду Астаны. Соответствовать облику столицы это, конечно, хорошо, только самому бизнесу это вредит напрямую, уверены предприниматели. Ну, к примеру, даже взять продуктовый магазин, элементарно который находится во дворах, и мы о них узнаем, элементарно проходя мимо, да, если мы там не живем. Вот это напрямую их бизнес, их деньги. Вывески для любого вида деятельности бизнеса – это рекламный инструмент. То есть с помощью вывесок люди узнают бренд, заходят, это те же самые потенциальные клиенты, покупатели. Пока предприниматели против массового снятия вывесок, у урбанистов своя точка зрения на активные действия Акимата по дизайн-коду. По их мнению, мера хорошая, но не самая востребованная на сегодня. Город больше страдает от точной застройки, нежели от рекламных вывесок. Например, буквально вчера несколько улиц столицы затопило из-за дождя. Пока за 4 года этот дизайн-код лежал в столе у управления архитектурой, у нас полгорода застроилось не по генплану. Вот в этом вся трагедия. Пока мы отчитываемся о том, что у нас снято полторы тысячи вывесок, десятки новых незаконных строек в Астане появляются на всех жилых участках. И, конечно же, они наносят наибольший урон вообще городской среде. Не вывески, а именно, в первую очередь, незаконная стройка, нарушение действующего законодательства, ПДП, засыпка озер. Между тем, сам дизайн-код города утвердили еще в 2019 году. За это время прошла пандемия, главный город успел даже сменить название. Но различные вывески, привлекающие жителей и гостей столицы, устанавливали по усмотрению владельца бизнеса. Правда, уличная обескусица недавно не устроила главу государства. Связано ли и начало массового демонтажа с критикой президента, ответили в Акимате. Мораторий и пандемия – это две главные причины, по мнению Акимата. Впрочем, по их словам, они убирали вывески и в прошлом году, только не в таком количестве и после жалоб жителей. Теперь порядок принудительный. Кстати, отдельных средств конкретно на эти цели не выделяли. Вывески снимают рабочие Акимата. А вот бизнесу в этом вопросе, как и всегда, придется подстраиваться по требованиям. Кстати, Дмитрий, дизайн-код есть еще у Алматы и Актобе. Только там таких массовых мер пока не наблюдали.